Здравствуйте, дорогие коллеги. Галина Сергеевна, Никита Евгеньевич, отсутствующий Юрий Игоревич. Хотела бы вам представить промежуточные результаты своего исследования, которое является частью моей кандидатской диссертации. Прогностическое значение клинических, морфологических, моногистохимических, молекулярно-генетических характеристик диффузной крупноклеточной и баклеточной лимфомы. Вначале расскажу немного историй, чтобы было понятно, чем мы занимаемся. В 1956 году исследователем Рапопортом были впервые классифицированы неходшкинские лимфомы, фолликулярные, диффузные, учитывая морфологическую картину. В каждой категории он отметил, что андулярные лимфомы обладают лучшим прогнозом и считал крупные клетки неоплазмы нелимфоидного происхождения. В 1974 году классификация немного расширилась, и уже появилась дифференцировка на B-клетке и T-клетке. В 1994 году была впервые представлена классификация RIL, называющаяся Classification International Lymphoma Study Group, которая уже основывалась на не только морфологические, но и на иммуногистохимические и генетические факторы. В 2001 году была также выпущена Всемирная организация здравоохранения, классификация лимфом. Лечение лимфом всегда носило, в общем-то, палеотивный характер, и только в 1980 году был придуман режим ЧОП, который по сей день является неким стандартом. Но в настоящее время, мы называем ее эрой ретуксимаба, в лечении неходжкинских лимфом, благодаря открытию экспрессии кластера дифференцировки 20 и открытию моноклонального антитела ретуксимаба, показатели выживаемости данной группы пациентов стали намного лучше. Современная классификация ВОЗ уже содержит более 40 подтипов различных лимфом. В частности, диффузно-крупноклеточная и баклеточная лимфома является самой распространенной лимфомой в группе неходжкинских лимфом, составляет до 60% в этой подгруппе, и сама по себе она является достаточно гетерогенной группой лимфом, которая отличается по показателям выживаемости, различным ответам на лечение, и порой часть диффузно-крупноклеточной лимфом по-прежнему остается резистентной к стандартному лечению, отмечает быстрое прогрессирование заболевания. Диффузно-крупноклеточная лимфома, как я сказала, имеет различные клиники эпидемиологические, иммунологические, морфологические, иммуногистохимические, молекулярно-генетические маркеры, и отличается своей чувствительностью к терапии и прогнозу. В частности, это зависит от наличия или отсутствия экспрессии белков ЦМИК, БСЛ2 и БСЛ6, а также транслокации одноименных генов. В 2008 году классификация ВОЗ представила б-клеточную лимфому промежуточную между диффузной б-клеточной и крупноклеточной лимфомой Беркета для определения агрессивного типа лимфом, экспрессирующих белок ЦМИК. То есть тогда эта лимфома была еще неклассифицируемая, а в 2016 году Всемирная организация здравоохранения выпустила новую классификацию, которая уже говорила нам о лимфоме, диффузной крупноклеточной и б-клеточной лимфоме, которая будет самой агрессивной в этой подгруппе и характеризоваться перестройками в генах ЦМИК, БСЛ2 и БСЛ6. Ген ЦМИК, уже о нем говорил предыдущий спикер, это ген, который регулирует апоптос, пролиферацию, рост, клеточный цикл, миграцию клеток, метаболизм, что определяет особенности клинического течения лимфомы при его дисрегуляции. Примерно в 10 случаях диффузной крупноклеточной и б-клеточной лимфомы экспрессируют белок ЦМИК, что может определять более агрессивное течение у данной группы пациентов. Ген БСЛ2, в свою очередь, это один из регуляторов апоптоза, который может останавливать апоптоз, опосредован белком П53 или его механизмами. БСЛ2 локализован в митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме. Он подавляет, естественно, происходящую клеточную гибель, предположительно путем регуляции тока кальция в клетке. Ген БСЛ2, в свою очередь, расположен в третьей хромосоме и кодирует белок БСЛ6 гомологичным фактором транскрипции. Данный белок способен активировать ген, регулирующий клеточный цикл. Напомню вам, что такое ФИШ, я думаю, что все знают. Это флуоресцентная гибридизация инситу, которая позволяет определить наличие в перестройках вышеупомянутых генах. Таким образом, проводя иммуногистохимическое исследование, молекулярно-генетическое исследование, согласно новой классификации ВОЗ, мы можем разделить диффузно-крутоклеточные лимфомы на три группы. Это так называемые дабл-хит-лимфомы, в которых есть перестройки гена БСЛ2, ЦМИК или БСЛ6. Трипл-хит-лимфомы – это лимфомы, у которых есть перестройки во всех трех генах, это самая агрессивная группа лимфом. И диффузно-крутоклеточная лимфома с экспрессией БСЛ2 и ЦМИК, но с неподтвержденной транслокацией в этих генах. И классическая диффузно-крутоклеточная лимфома, non-otherwise specified, по-русски мы называем это просто неклассифицируемая лимфома, которая имеет абсолютно стандартный прогноз с ответом на стандартные подходы в лечении. Клиническими особенностями дабл-хит и трипл-хит-лимфомы является высокая частота выявления болезни на третьей-четвертой стадии, тяжелое общее состояние больных, поражение костного мозга, центральной нервной системы, повышенное ЛДГ и, как я уже сказала, резистентное течение. В частности, в 2013 году было продемонстрировано, что больные с ДБКЛ, двойной экспрессией белка и транслокации генов, получавшие химиотерапию РЧОП, который сейчас является стандартом лечения, имели неполный ответ на лечение, более низкие показатели, пятилетний, безрецидивный и общей выживаемостью в сравнении с больными с группой классической диффузной крутоклеточной лимфомы. Соответственно, мы озадачились вопросом в нашем отделении в научно-исследовательском институте имени Петрова, данную подгруппу пациентов, которые на этапе диагностики посредством иммуногистохимии мы выявляем экспрессию белка ЦМИКБ и БСЛ-2, либо БСЛ-6. Этих пациентов мы определяем в группу высокого риска, и для данных пациентов мы проводим более интенсивную терапию, в частности, с схемами РИПОЧ и трансплантации высокодозной химиотерапии в первой линии, не дожидаясь прогрессирования заболевания. Задачами исследования являлось изучить прогрессические особенности данной подгруппы больных с экспрессией маркеров и установить дифференциально-диагностически-предитивное значение моногистохимических маркеров, которые, в частности, CD5, циклин D1, CD30, которые по-прежнему в мире являются данные противоречивые. Пока что какой-то корреляции еще не найдено между экспрессией данных белков и прогностической значимостью течения диффузной кутоклеточной и баклеточной лимфомы. Материалами был диагностический материал, архивный, вновь поступивший материал. В общей сложности мы проанализировали 150 больных диффузной кутоклеточной и баклеточной лимфомы, которые проходили лечение в нашем институте с 2010 по 2016 году. Что мы выявили? Естественно, исследование продолжается. Мы только начали выполнять исследование фиши транслокации, но первую корреляцию, которую мы увидели, это разница в поле. То есть прогноз у мужчин хуже, чем у женщин. Б-симптомы также, как по мировым прогнозам, являются неблагоприятным фактором риска при дебюте заболевания. И экспрессия маркера BCL2 также показала нам более низкие показатели выживаемости, более агрессивное течение. Ген ЦИМИК, простите, экспрессия белка ЦИМИК в мировой литературе имеет корреляцию с более агрессивным течением, как я уже сказала, но в нашем исследовании мы этой корреляции не нашли. Что, в общем-то, мы связались с тем, что уже упомянула до этого, с нашей ранней интенсификацией лечения. То есть если мы видим у наших пациентов экспрессию белка ЦИМИК, либо было выполнено фиш исследования, и мы обнаружили, что это дабл-хит лимфома, эти пациенты сразу получают более интенсивный курс химиотерапии. Мы не включаем их в группу лечения пациентов со стандартной группой риска. В связи с этим, я думаю, что именно отсутствие корреляции с экспрессией ЦИМИК было не обнаружено в нашем исследовании. Что мы планируем сделать дальше? В дальнейшем мы сейчас продолжаем анализировать экспрессию таких маркеров корреляции с прогнозом, которых еще не была обнаружена в мире. И что это, в общем-то, нам даст в нашей каждодневной практике, как я уже сказала, интенсификация химиотерапии посредством схем ИПОЧЕР, ЭРГИПЕРЦВАТ, АПФРОНТ, высокодозная химиотерапия в первой линии с трансплантацией коста мозга – это то, что мы уже делаем. В мире также есть подход лечения данных пациентов ауто-алла-трансплантации, либо мы разработаем свой уникальный подход. Но в мире по-прежнему у данной подгруппы пациентов нет стандартного подхода в лечении, нет протоколов. Каждый институт в мире, в общем-то, лечит диффузно-крупноклеточную лимфому с перестройками, экспрессиями по-своему. Поэтому по-прежнему основная цель является разработка единого протокола, и в настоящее время мы сотрудничаем с Американским институтом рака в США, которые тоже сейчас занимаются разработкой единого протокола в лечении дабл-экспрессоров и дабл-хит-лимфом. Как-то так. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...